В октябре почтили память жертв политических репрессий. Родственники тех, кого в 30-е годы клеймили врагом народа, собрались у памятника на Верблюжьей горе. Десятки человек предполагают, что это место стало последним пристанищем их дедов и отцов, потому что именно там, в 90-м году, в пещерах были найдены останки репрессированных. Подробнее об этом Елена Устимович. Жадыгер Кадербердиев до сих пор не знает, где похоронен его отец. Аксакал рассказывает, ему не было и года, когда его забрали. Увели еще дядю и деда, таким образом семья осиротела сразу на троих мужчин. Тогда они жили в Байганинском районе, но по рассказам расстреляли родных именно здесь, в местности под названием Верблюжья гора. Я видел в документах, что 26 августа 1937 года вышел приговор о расстреле. 31 августа в 2 часа ночи его привели в исполнение. Несмотря на возраст, сюда прихожу каждый год, потому что думаю, что мои родные лежат здесь. В годы репрессий только в Актюбинскую область были высланы тысячи людей, объявленных сталинским режимом врагами народа. Многих расстреляли в 30 километрах от Актюбе. Останки 127 человек были перезахоронены, и на этом месте установлена стелла из черного мрамора. По подсчетам историков, в те тяжелые годы репрессиям подверглись около 7 тысяч актюбинцев, две тысячи из которых приговорили к расстрелу. 31 мая 1997 года впервые здесь, в Ютьюбе, был организован День памяти репрессированных. Собрано было огромное количество людей, более трех тысяч человек. Здесь была проситная молитва, Коран, и собраны кости расстрелянных людей в этих пещерах. Десятки лет дела репрессированных были под запретом. Только в 2014-м с них сняли гриф секретности. Журналист Самал Яндебаева была одна из первых, кто написал запрос ДВД и получил доступ к архивным документам. Сегодня она помогает людям узнать о судьбе их родственников и тех нелепых обвинениях, из-за которых они получили клеймо «Враг народа». Вначале я нашла своего прадеда, получается. Он был репрессирован в 1933 году по ложному обвинению. Одна наша знакомая была очень удивлена, когда нашла своего родного дедушку, которого они в 30-х годах просто потеряли, не знали, куда он делся. Знали, что забрали, но куда – неизвестно. И вот оказалось, что ее дедушку в 1937 году расстреляли. А семья около 70 лет не знала, что случилось с этим человеком. Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, всегда собирает много народа. Почти в каждой семье есть родственники, которые стали невиновными жертвами тоталитаризма, в числе которых известные писатели, ученые, крупные государственные и общественные деятели, передовики производства. Состав репрессированных был многонациональным. Их всех сплотила общая трагедия. А земля Казахстана стала общим домом. Елена Устимович, Блотмолдогалиев, Октубе, 24 КИЗ.